ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ С ума сойти! Чуть не опоздал! Ой, так, быстренько! Форточку пошире и зарядочку! Раз! Ну, давай, пробежечку давай! Быстренько давай! Присел! Прилёг! Присел! Прилёг! Присел! А чего я, собственно, тороплюсь? Ну, опоздаю. На полчаса на работу. Ну, что, будет землетрясение? Интересно, будет землетрясение? Если я на полчаса на работу опоздаю? Или не будет? А на час приду позже, что? Будет свето-представление? А если я сегодня вообще на работу не пойду? Ах, как интересно! Я на работу не пошёл, а мир-то вверх тормашками. А я лежу себе, лежу. А в чём дело? Один на работе стоит, вертикаль. Другой сидит, перпендикуляр. А третий вот принял горизонталь. Вот лёг и буду лежать. Кому какое дело? Может, самая продуктивная поза и есть. Ну, пойду я на работу. Пойду, пойду. Ну, что будет? Да то, что всегда. Я прихожу, он уже мне звонит, мой коллега. Я снимаю трубку, говорю, его нет. Это я при себя. Набирая номер, звоню ему. Он снимает трубку, говорит, его нет. Это он про себя. Тогда думаю, что зря сидеть. Пойду к нему, подожду его, у него. Прихожу, спрашиваю, что его нет? Нет, говорит. Он к нему пошёл. Я спрашиваю, кому к нему? К вам. Я тут же набираюсь, спрашиваю, что сидишь, ждёшь? Да. Сижу, жду. Ну что ж, придётся мне подождать. Так, сидим, ждём. Он меня, я его. А что, всё правильно? Где мне его ждать? Конечно, у него. А ему, где меня ждать? Конечно, у меня. Иначе так всё перепутается, что сам себя не найдёшь. А тут и искать себя не надо. Вот он я, весь тут, у себя под одеялом. Мне на работе, конечно, тоже можно так. Тяп-ляп, шаляй-валяй. Но всегда рискованно, всегда страшно. Мало ли что. Комиссия, ревизия, начальство нагрянуло. Подать сюда Ляпкина, Тяпкина. Тяп по Ляпкину, ляп по Тяпкину. Конец Тяпкину, крышка Ляпкину. А так, где Тяпкин? На объекте Тяпкин. Может, в командировке Ляпкин? Может. Может, заболел Тяпкин? Может. Всё может быть. Нет Тяпкина, нет Ляпкина. На работе надо ухвостро. Всё время на чеку. Зачем же рисковать? На работу ходить. Ну, под одеяло залез и лежи. Лежачего, как известно, не бьют. Я не сразу своё место в жизни-то нашёл. А, не сразу. Сначала-то к станку встал. Час стою, два стою, чувствую. Ноги гудят. Голова трещит, и мастер к гадюка пристаёт. Сколько плана дал, сколько деталей сделал. Я на стройку подал, стал кирпичи класть. Час кладу, два кладу, чувствую, спина ноет. Всё же на ветру. Летом дождик, зимой снег, а не вслом стужа. И прораб дьявол пристаёт. Сколько кирпичей положил. Ой, нет, думаю. Без высшего образования, как собака, пропадёшь. Получил высшее, заочное, без отрыва от стужи. Огляделся, смотрю, конторы, главки, учреждения, институты. Народу, народу много. А что делает каждый, непонятно. О, это по мне. Приглядел себе местечко, стал на работу ходить, баклуши бить, очки втирать, отращивать. Телефон на столе. Алло, его нет, это я про себя. Звоню ему, он снимает трубку. Алло, его нет, это он про себя. А сам интересуется, а где же он? Так тары-бары насчёт тары. Глядишь, рабочий день кончился. Сначала тоже ко мне стали приставать. Что ты сегодня сделал? Кто я? Да, ты. Сколько ты сегодня сделал? Чего? Спрашиваю. Ну, того, чего ты должен сделать. Сколько? А чего я должен делать? Сколько? Ну, того, чего ты должен сделать, того и сколько. Я подсказываю. Может, деталей? Нет, говорят. Кирпичей, может? Нет. Нет. А чего? Спрашиваю. А того, чего ты сам знаешь. А сам, я говорю, я ни черта не знаю. Ты что, издеваешься? Я говорю, я не издеваюсь. Я ставлю вопрос ребром. Вот мне сперва, найдите единицу измерения моего труда. То есть, чего, когда, кому и сколько, вот тогда с меня и спрашивайте. А пока вы эту задачку не решили, вы меня не без слов. Нет. Пятого и двадцатого – это святое дело. Пятого и двадцатого я прихожу, потому что я знаю, чего и сколько. А остальные числа на работе торчат. Что вы? У природы надо учиться. У природы. Она ведь чему учит? Не высовываться. Как камбала? Камбала-то как? Она ляжет на дно. Расплющится так. Аж два глаза на одну сторону выворачивает. Ни одна акула ее не заметит. Природа. Это же миллионы лет. Это процесс. Это же мудрость какая. Это вот эти вот динозавры, бронтозавры, эти дуры шестиэтажные. Ходили у всех на виду, выпендривались. Эволюция грянула. Грянула эволюция. Где они теперь? Где? Ну что? Где? А? Чего-то не видать. А клопы, между прочим. С тех пор и по сей день, клопик, он маленький, он чуть что, под листик, под одеялко. Все вымрут, он будет жить вечно, потому что не высовывается. Алло? Что? А, а его нет. Нет его. Что? А, он к нему пошел. Да, это он про другого клопа. Уборщица три дня на работу не выйдет. Уборщица. Они все в грязи по уши завязнут. И стопник забилетенит. Они все перемерзнут, как мухи. А я на работу не выйду, никто не заметит. Ни один человек. Кому я нужен? Никому. А мне кто нужен? Никто. Ну, предположим, пойду я на работу. Протиснусь я в автобус. Какой-нибудь работяге места не достанется. Опоздает он на завод. Он расстраиваться будет. А останусь я дома. Одно место в городском транспорте освободится. Значит, кто-то вовремя на работу приедет. Это же польза обществу. Теперь у нас на работе народу много, места мало. Все дышат. Причем каждый вдыхает кислород. А выдохнуть норовит всякую гадость. Я еще курю по две пачки в день. А останусь я дома на работе. Воздух только чище будет. Потому что конкретно пользы от меня. Давайте откровенно. Какой к чертям из меня специалист? Образование-то у меня какое? Заушное. Меня ж за уши тянули. Ну, интересы у меня какие были? Киношка. Танцы. Ну, перед экзаменом всю ночь зубришь. Утром экзамены сдал. Днем все из головы вылетело. Вечером опять танцы. Так что, если я уж работать начну, я такого наворочаю, таких дров наломаю, такую кашу заварю, три института, пять лет расхлебывать будут, не расхлебают. Ни один диверсант столько вреда причинить не сможет, сколько я, если я только пальцем шевельну. Поэтому из государственных интересов меня к этой кровати привязать, привинтить, приварить надо, чтоб я, не дай Бог, на работу не сорвался. Между прочим, кровать-то большая. Вон сюда сколько можно специалистов уложить. Таких вот, как я. И вот, как прикинешь на электронно-вычислительной, какая от меня государство польза, если я на работу ходить не буду, это же тысячи, миллионы рублей, то поймешь, что такую мелочь, как пятого и двадцатого, можно было бы и на дом в кроватку приносить.